Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь Международного союза электросвязи, Ваше превосходительство, дамы и господа. Прежде всего я хочу выразить слова благодарности правительству Аргентины, которая принимала первую конференцию «Сектор развития электросвязи» в 1994 году. И сейчас, как мне кажется, открывает новую эпоху деятельности Союза, направленную в будущее, связанной с глобальной цифровой трансформацией. Это будущее уже присутствует в нашей жизни, и мы видим огромное количество признаков наступающего завтра. Трудно переоценить роль Международного союза электросвязи в этой связи, потому что в сфере деятельности Союза находятся самые чувствительные темы, касающиеся международного регулирования и разработки стандартов электросвязи и ИКТ, а также взаимоотношения государства с бизнесом, гражданским обществом, частным сектором, научными и академическими кругами. И существенный аспект в этом плане делается на потребности развивающихся стран. Мы убеждены, что все страны мира, благодаря содействию МСЭ, ясно представляют цели и задачи по внедрению современных информационных технологий и дальнейшему развитию информационного общества. Российская Федерация считает важным дальнейшее укрепление роли МСЭ в целом, и в частности сектор развития электросвязи, непосредственно работающего как с государствами, так и членами сектора, а также другими организациями по внедрению результатов деятельности Союза. Широкое привлечение развивающихся стран к участию в выработке рекомендаций, стандартов, правовых механизмов позволит мировому сообществу более четко понять интересы и потребности подавляющего большинства мирового населения. Мы уверены, что в качественной ИКТ-инфраструктуры и выработка общих подходов к ее развитию и использованию будет способствовать устойчивому экономическому росту всех стран, снижению уровня социального неравенства и сокращению экономического, технологического и цифрового разрывов. В то же время цифровой разрыв все еще значительен как между странами, так и внутри стран, и преодоление его необходимо для устойчивого развития инфраструктуры, повышения уровня образования и здравоохранения, наращивания потенциала, сохранения развития культурного наследия во всем его страновом, региональном, языковом многообразии, а также в части использования ИКТ для устранения нищеты и борьбы с последствиями изменения климата и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Наша администрация, администрация связи Российской Федерации, высоко оценивает возрастающую роль МСЭ в развитии информационных технологий и выполнение решений всемирной встречи по ВОИО и повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Россия, как и другие страны, активно работает над достижением целей в области устойчивого развития и обеспечением цифровой трансформации и переходом к цифровой экономике. Фактически за полгода в нашей стране мы разработали принципиально новую программу, которая называется «Цифровая экономика Российской Федерации», и ее цель – это внедрение цифровых технологий практически во все сферы жизнедеятельности общества. В программе предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в нашей стране. Это позволит с помощью ИКТ повысить эффективность всех отраслей народного хозяйства и развивать сквозные технологии, цифровые платформы, которые будут работать на глобальном рынке и сформируют вокруг себя систему стартапов и сельских коллективов и отраслевых предприятий. Мы вполне успешно выполняем собственный план повышения доступности услуг электросвязи и особенно ШПД. Несмотря на обширность территории Российской Федерации, ее географические и климатические условия, мобильный доступ к услугам ШПД в России остается одним из самых дешевых в мире. И у нас ведется активная работа над стратегически отраслевыми проектами в области цифровой экономики. Наша страна и впредь будет поддерживать активную позицию Международного союза электросвязи не только как специализированная организация ООН в сфере телекоммуникаций, но и как ведущая международная организация в этой области, в которой основная роль в выполнении задач по внедрению современных технологий и систем лежит на секторе развития электросвязи. Россия будет по-прежнему активно содействовать МСЭ и сектору развития электросвязи, выполнению ее основной миссии – дать возможность всем жителям планеты пользоваться преимуществами электросвязи и КТ. Пользуясь случаем, я поздравил бы наших гостеприимных хозяев с наступающим праздником, Днем уважения культурного многообразия, который проходит в эти дни в Аргентине. И символично, что в эти же дни проходит наша конференция по развитию электросвязи. Этот праздник как нельзя более созвучен основным целям МСЭ и главным задачам, которые предстоит нашей конференции решить. Желаю всем вам успешной работы на конференции. Благодарю. Спасибо большое. Продолжение следует...